Всем привет! Начинаю свой, по-моему, 10-й юбилейный строительный влог, и у меня, видите, установка шкафа 10-метрового, это была моя мечта, я почему-то думала, что это будет самая последняя очередь вообще, когда в доме появится этот шкаф, уже все будет готово, и только потом поставят шкаф, потому что, во-первых, он дорогой, и потому что, ну, как-то мне так казалось, а он один из первых, и это очень здорово и круто. Когда его установят, это где-то 3-4 дня, я вам, получается, в конце видео покажу, вот, Олечка приехала, вы видели в предыдущем влоге, не снимай меня, не показывай меня, вот, и я вам покажу вентиляцию, расскажу про вентиляцию, и что-то я еще обещала девчонкам, если записала, в общем, все будет. В предыдущем влоге у меня подписчица спросила, как долго стоят пионы. Так вот, если покупать их вот в таком вот виде, они стоят очень долго, то есть они вот так вот постепенно распускаются, и потом в таком виде еще неделю стоят. То есть, по факту, если вы вот так вот купили, то две недели они будут стоять, поэтому очень-очень мне нравятся пионы. С дочанки я приехала в салон с мебелью. мне порекомендовали его как самый недорогой вы знаете действительно потому что я объездила много салонов я много где узнавала я определилась одной кроватью и в принципе здесь самая недорогая цена хотя факт это как бы один и тот же завод и я в instagram показывала и девочки не начали писать что здесь брали и здесь действительно самая самая недорогая цена вот так что я вам наверное оставлю контакты для того чтобы вы если вдруг вам надо тоже могли обратиться это находится на трещине в т.ц. по-моему называется global да global вот вода и находится возле вот магазина с матрасами в инстаграме ребята тоже есть я кстати сначала в инстаграме с ним списалась и мне лёша знакомый у меня сбросил их инстаграм и говорит что они мы там брали и там самые классные цены поэтому действительно я промониторила так и есть и он уже когда мне поставят кровать я вам покажу что я выбрала хотя может сейчас покажу уже в каталоге и и по матрасу вот директор сидит девочка и она мне сделала просто такую экскурсию по матрасам рассказала какой лучше но как правильно рассказала то есть не сказала этот лучше как на любителя ну тут так а тут вот так а тут вот так я говорю я не знаю какой братья пружинный или без пружинный в общем я становилась на без пружины но в моем случае это как бы лучше видите тут разные акции в общем накрутки тут минимальные поэтому если что обращайтесь я выбирала цвет на кровать и выбрала вот восьмерочка и девочки вы мне писали что самый прикольный материал он является анти коготь да и что даже если что-то разлить то в принципе можно легко вытереть что очень классный материал вот так что он тоже вдруг кому надо имейте ввиду вот такой вот цвет кровати будет прям мне под ногти и кровать и выбрала верона глэйт глэйт вот ну я вам там покажу когда она приедет а матрас какой лэйзи сливки называется без пружины лэйзи сливки лэйзи лэйзи сливки и никита уж такой беру пока я съездила за кроватью хотела нажать по привычке а как регулировать будете не нужно слушать зазорщики в нашу все было все правильно сейчас надо будет определиться где или это потом а давайте мы посмотрим как там я выбрал точно такую же модель ручки в диаре вот мне хотелось бы чтоб они были прямо смотрите один в один класс в жизни круче смотрится град просто посмотреть на каком расстоянии здесь и я его там сделаю точно так же потому что я перфекционист не сильный но и чуть-чуть подальше чуть-чуть ну как то же самое как это 11 до вот в один в один будет мне кажется хорошо хотя подождите обещаю почему здесь выше здесь ниже поэтому да тогда не подойдет тогда надо по-другому ну вот это расстояние вот мне здесь нравится я помню мы вот центр отмечали по ценам да а тут получается и ручка где-то вот так да наверно так будет прям хорошо ну тут вот это вот штанга чуть ниже стоит чем там чем у вас а а давайте мы как сделаем мы сделаем наоборот и чуть выше это для кофт блузочка всякой такой наоборот и все здесь вот булочки висят здесь по длине 2 июня жара холод жара холод не понять я в пальто вообще то холодно то вот в машине жарко на улице в пальто вообще отлично ладно не об этом я просто поражаюсь такой погоде я была только что в салоне салоне мебели что могу сказать мониторила я где-то две недели мебельные салоны вообще мебель от производителей ну и так далее как вам сказать кровать это важная вещь но важнее матрас но кровать тоже важна почему потому что ну все таки это как бы интерьер и в спальне у меня наверное самая основная это будет кровать я имею ввиду что я не каких-то финтифлюшек там ставить не буду хотя у меня есть там одна идея но все по порядку по поводу кровати вы у меня спрашивали они обязательно расскажи как ты выбирала и почему да именно такая кровать я кровать не выбирала по каким-то определенным параметрам я подбирала под себя и сейчас объясню что именно я хотела я хотела чтобы была спинка но не сильно большая не сильно высокая не сильно забирающее внимание но и не очень простая мне хотелось из ткани и чтобы не чтоб кровать по бокам то есть по всему периметру она была мягкая почему потому что я постоянно ударяюсь об диван и кровати то есть мне вечные синяки я хотела этого избежать это один момент поэтому я выбрала определенную кровать сейчас тоже расскажу какую дальше цвет цвет я хотела серый потому что элементы у меня черный белый серый ну как бы светло-серый до кровати я взяла такую серую не темно-серый но в общем ткань тоже подбирала кстати по вашим советам мне подписчица написала говорит ань ты выбрала хорошую ткань у говорит у родителей такая и когда разливаешь что-либо да только у них диван из такой ткани когда разливаешь что-либо не остается следов то есть как бы ну как бы протер и все если кошка есть то когда она пытается подрать то нету вот этих вот зацепок и еще там какие-то написала привилегии у этой ткани мне она понравилась она такая знаете не оставляет этих следов пальчиков это тоже очень важно ну и вот у меня цвет донна восемь да я выбрала мне как бы подраз мы вдвоем выбирали с молодым человеком вот он как бы больше на нее склонился я хотела чуть светлее а потом я поняла что да он все-таки прав вот именно этот цвет самое но по кровати мне она визуально понравилась плюс я вам сразу говорю я ориентировалась еще по цене я не хотела давать за кровать 30000 и 25 не хотел и даже 20 хотя в принципе кровати столько стоит до 20000 типа считается нормально я хотела уложиться в 10 в 12 максимум в 15 но вообще хотела в 10 так у меня и вышла а вот с матрасом была проблема я не знала пружинный или без пружинный и попав в салон в котором я купила и матрас и кровать я наконец-то определилась чем важно это подход клиенту и мне полностью все рассказали показали кстати кровать вообще идет без ножек но дополнительно я заказала и ножки то есть мне в салоне настолько понравилось настолько все рассказали показали самое важное мне ни в чем не убеждали вот мне очень нравится когда тебя не склоняют нет вот лучше вот это ну то есть это для меня очень важно по поводу матраса и сделала пост в instagram если не подписаны подпишитесь очень классная соцсеть на самом деле вот очень выручает особенно когда ты общаешься с подписчиками и моментально идет отдача ладно в общем ситуация в том что мне вы очень помогли в instagram потому что я спросила совета какой взять были советы были рассказы у кого какой какой понравился какой не понравился какой у родителей какой у людей да она как и на каком они спят и мне не разделились опять же пружинный беспружинный я в магазине послушала полежала посидела поизучала изучала я тоже около двух недель то есть когда я начинала искать кровать я сразу искала матрас и пересмотрела кучу роликов и в принципе тут наверно нету плохой такой хороший такой тут наверно дело наверно вкуса и кто что любит кто к чему привык я хотела жесткий вот и в принципе склонилась к беспружинному плюс из всех если выбирать то он вроде бы как дольше служит а потому что идет все равно когда-то деформация этих пружинок и теряет матрас свою функцию поэтому я подумала что наверное возьму беспружинный и доминики взяла точно такой же только другого размера по поводу размера кровати мы хотели взять два на два это прям была моя мечта и даже как бы расстояние я оставила на 2 на 2 но кровать идет как бы удорожание дай нестандартного размера на несколько тысяч это ок а вот матрас представьте 20 сантиметров матраса то есть идет нестандартный размер цена почти в два раза ну то есть блин как так поэтому мы решили остановиться на стандарте метр восемьдесят на два и в принципе довольно большая кровать все равно получается поэтому выбрали метр восемьдесят на два и матрас и кровать поэтому интересно интересно как она будет смотреться в интерьере уже жду жду через две недели будет кстати я почти заказала в другом месте там не сказали через четыре недели будет на стандарта здесь в этом салоне мне очень понравилось потому что такой подход клиенту я нигде не видела поэтому не прям прям очень и если буду заказывать дальше мебель то я буду обращаться в этот мебельный салон там есть и столы и в общем на заказ можно сделать все что угодно вообще вообще я довольна салон есть в инстаграм поэтому в принципе я сначала нашла в инстаграм даже не я нашла мне порекомендовал алексей вот это знакомый и по факту как бы благодаря ему я и попала на этот салон теперь я рекомендую вам и еще одна блогер девочка моя коллега она тоже там покупала кровать с матрасом и говорит что дешевле она нигде не видела хотя тоже мониторила поэтому ребят если вдруг что имейте ввиду вот что еще вам рассказать по поводу матраса в кровати я думаю что достаточно если есть вопросы задавайте дальше я вам расскажу про вентиляцию и про свою гардеробную почему именно такой размер я выбрала и расскажу тогда еще и про шкаф почему тоже такой размер и что да как мы приехали на склад с плиткой и обратили внимание вот на такую плитку она вообще как дерево смотрите какая структурная да это прям потемнее это даже по-моему лучше как темная темная у меня инстаграме есть пост там не делали визуализацию ванны сейчас подбираем для ванны плитку мин 3 надо три варианта такая вот по деревом потом серая под бетон и еще темная такая как черная под бетон вот большинство плитки здесь от и маской но не только вот так что сейчас будем выбирать она тоже подбирает тебе подойдет я забодяжу все в такой и вот так елкой и вот эту там у меня достаток да все хорошо давайте вот это не надо возьму больше чуть-чуть темнее а в зал что ты берешь на квартир образец она основной партии стоит будет темнее вообще будет жир просто мы не успели привезти я взял две полеты темные стены а так мы же смотрим сейчас как раз если вот сделай такой полностью один темный но подходит мне кажется будет здорово светлый ресторан это где много цвет ну это же мы делали полностью все наши плитка там вот это у них точно такой самый туалет это доска красивая реально ну светлая самое интересное нравится а никуда не подходит ну реально если бы она была туда в наличии замес вот этой да вот ну а там тут туалет в принципе ну в принципе что 300 работы зашел чувак взял зубила взял молотосик плиточку не буду я ничего взбивать не надо ты шоу один день работы так а деньги ну как взять вбить потом опять положить а там надо будет сделать этот ливневку эту слив сразу там собьют а сколько она по полу много 4 2 на 2 до ну что с плиткой определились так что скоро будет туалет приехали в эпицентр и смотрим плитку для это большой формат смотрю вот в тысячу мест для зала одна стена где будет телев хочется в плитку полтора ну а вот еще смотри такая темная или сильно темно не как будто бы так уютно а бетон я вот не могу определиться мне с одной стороны хочется дерево вроде бы как как будто бы дерево типа да как будто бы так уютно а бетон он более стильно но холодно а мне а мне а 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 ну можно выбрать и а а отправить им может быть у них есть или или а а а хорошее а кабин но нам надо и 80 на 80 но 90 на 90 и не знаю Она как бы встанет в маленький сон, но раковина, она встанет на, получается, тогда раковина должна быть совсем маленькая. Меньше. И видишь тут какой вход, то есть получается, что она открывается и... Я думаю, что вот это можно повесить наоборот, поменять эти и не будет проблем. Так и там будет унитаз. Получается здесь унитаз, а здесь раковина. То есть по факту все равно. Ну смотри, если раковина, она будет вплотную? Да. Да? То тебе не подходит, а вообще какой-то угловой вход. Да, да. Но она мне нравится. Реально, нравится цена цена. О, квадратовый. Получается, надо было сюда приехать и сказать вам не хватило. И ты такое говоришь мне тут? Как? 15 пачек. Мне не хватило. Конечно, ты мужчина. Понимаешь? И я еще ношу тебе. Да. Потому что я девочка. Я пойду. Получается 15 пачек. Давайте как-то такие. Так, ура. Привезли плиточку. Вот эта самая плиточка. Вот. Молодой человек тоже делает ремонт у себя в доме. И он тоже брал всю плитку. Сейчас смеялись. По поводу того, что мне хватило, а ему нет. Чего радость? Так подожди, ты теперь без плитки или как? Нет. Другую дали. Наполовину. 30 на 60. Так, я вам потом покажу, что я повыбирала. Это керамогранит от Эмовский. Вот. Это производство Украина. И потом в итоге покажу, как она выглядит. И, может быть, вам понравится. И тебя возьмете. Вот. Одна. Ну, основная в ванной в одной из. Вот. Это для... Точно такая же, которая у меня сейчас на полу лежит. Она будет в одном из занузлов. В душевой вот так вот. В общем, все покажу. Получивая, может. Зеркально, что он здесь, на конце 10. В 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 конце 10. Продолжение следует...